Привет, меня зовут Тони и это каждый кадр картина. При словах фильм поэтичен. О чем вы думаете? Что он тягомотный? Пафосный? Бессюжетный? Она проснется и что-то сделает? Это штампы. Нет. Но для меня поэзия в кино – это когда мне не важен сюжет, но ценна картинка и звук, в которых есть что-то уникальное. Скорсезе. Фильмы, на которые я хожу многократно или пересматриваю, цепляют меня на протяжении многих лет не из-за сюжета, а из-за героя и совершенно иного подхода к истории. Например, не тот человек. Я говорил о параноидальных движениях камеры. Чувства угрозы, страха, беспокойства, паранойи. Все это достигается камерой и лицом героя. Это он. Фильмы Лин Рэмси того же рода. Все передается через камеру, лица героев и детали. Какие-то кадры я жестко контролирую. Я точно знаю, зачем они мне. Я готова потратить вечность, чтобы получить нужный результат. Потому что для меня именно детали говорят все о сцене. Но что может рассказать деталь? Вот пример. В этой сцене сын провоцирует свою мать как раз перед тем, как его отец... Привет всем! Привет, па! Как на работе? Сделал крутые фотки? Обратите внимание, что отец появляется лишь на границе кадра, потому что хотя он и присутствует, ему все равно. Но позже, когда он отмахивается от ее страхов, он славный мальчуган. Все мальчишки так делают. Мы все еще не видим его лицо. Вместо этого получаем такой кадр. О чем говорит эта деталь? Прежде всего, что они не убрались со стола и все стало хуже. А в чем метафора? Что это говорит о них и об их сыне? Что интересно у Лин Рэмси, это что вся история связана с кадрами таких деталей. И достигается это не большим количеством элементов в кадре, а удалением лишних, чтобы выделить одну деталь за один раз. Роберт Брессон отлично сказал об этом. Что-то вроде, если все делает изображение, незачем иметь звук. А если все делает звук, не нужно никакого изображения. Я имею в виду, не нужно слишком изощряться с картинкой. Вот такие вещи делают фильм великим, вызывая определенное состояние только за счет картинки и звука. Когда вы делаете так, все зависит от кадрирования лица героя и повтора деталей. Давайте по порядку. Первое. Кадрирование. Рэмси часто кадрирует так, чтобы важная информация была скрыта от зрителя. Заметили, что нам не показывают глаза женщины. А тут у нас герой наполовину отрезанный дверью. Во всех этих сценах вы догадываетесь, кто что чувствует, но кадр не дает видеть их полностью. Ничто не сравнится с домом. Ничто не сравнится с домом. Вам, зрителю, никогда не говорят, что чувствовать героям. В них есть что-то таинственное, что приводит нас к номеру два – лицам. Не знаю почему, но некоторые выглядят в кадре как надо уже сами по себе. Даже если они не профессионалы. В большинстве работ Рэмси смешивает профессиональных актеров и любителей. Пока их будет не различить. Для меня лучшие актеры – это те, кто не похож на профессиональных актеров. Вы не можете сказать, где заканчивается или начинается кино. Как если бы они все были из обычной жизни. Они просто кажутся настоящими. И она выбирает тех, кто может передать, что происходит в их голове. Без какого-либо диалога. Вылит и Райан, правда? Те же глаза. И номер три – это повторение определенных деталей. Когда будете смотреть эти фильмы, обратите внимание, как и когда повторяются картинки. Например, смотрите, как мать и сын повторяют язык тел друг друга. И на следующем кадре они делают точно так же 10 лет спустя. В одном моменте сын делает это с ногтем на руке. А позже уже его мать делает то же самое, с яичной скорлупой. В обычном фильме могли бы объяснить это. Но тут у нас только одна картинка. И затем другая. И нам нужно самим выстроить связи. Давайте рассмотрим все это на примере фильма, снятого одним кадром. Например, «Газопроводчики», снятом в 1997 году. Не буду рассказывать сюжет, просто покажу детали из «До» и «После». Посмотрим, сможете ли вы догадаться, что происходит. Понесешь меня, пап? Вначале Лин и ее отец встречают на рельсах девочку. Лин не знает ее. До этого события они подружились из-за платья и взялись за руки. Видите, в этом кадре их не показывают выше пояса. А после события они снова держатся за руки, но на этот раз... Что такое? Она делает мне больно. Чтобы успокоить их отец, Лин берет их на руки и делает следующее. И это отражение начала фильма, когда он делает так с одной Лин. В конце другая девочка уходит со своей матерью, а мы остаемся на рельсах и смотрим на затылок Лин. Догадываетесь, что происходит? А если бы я показал вам это? Теперь понимаете? Обычно такие фильмы – это видение одного ребенка до и после чего-то, через параллельные образы и ситуации. Другими словами, не напрямую. Поэтическая режиссура. Возможно, вы осознаете это не во время просмотра, а гораздо позже. То есть вы говорите, что завораживает именно замысел. Видение, которое он закладывает в фильм. Видение, которое и дает то, что мы видим в кадре, и что он закладывает в фильм. И это, я думаю, так же, как сделал бы и художник. В эстетическом плане. Совершенно верно. Ай! Боже мой, посмотри, что ты сделал за навеской. Потому что это открывает все возможности для звука, зрелища, формы. Точно. Есть много фильмов, как этот. И они учат нас совершенно иному способу создавать кино. Вместо большего они обращают внимание на малое. Они фокусируются на деталях. Они показывают нам не больше, а меньше. И в простоте они находят поэзию. И если вас когда-нибудь спросят, что такое поэзия, я не знаю. Придумайте что-нибудь. Смонтировал и рассказал Тони Жу. Перевел и озвучил Сергей Афонин. Перевел и озвучил Сергей Афонин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Тони Жу.